Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как в Октябрьском районе идет работа по федеральному проекту формирования комфортной городской среды программе «Твой конструктор двора» и губернаторскому проекту «Содействие». Что нужно сделать, чтобы наладить связь с жителями района? Какие задачи будут решаться во время месячника по благоустройству? В нашей студии Сергей Радько, глава администрации Октябрьского внутригородского района. Сергей Олегович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Ну и предлагаю начать, наверное, с приятного и важного обсуждения. Это прошедший, слава богу, зимний сезон. Ваша оценка? Качество отопления? Пока еще отопление продолжается, хотя уже, наверное, на мой взгляд, пора скоро и заканчивать. Уборка крыш домов и уборка внутри квартальных проездов и улиц. Да, действительно, очень важный вопрос, уважаемые коллеги. Зима почти закончилась, можно сделать определенные выводы, провести анализ. В первую очередь, что сразу можно сказать, что все-таки зима была щадящей, уходящей. Она и на осадке была щадящей, и на минусовые значения температуры была щадящей относительно. И надо сказать, что весенний период наступил активно, и каких-то там явных таких небезопасных условий для наших пешеходов не было, я имею в виду, обледенения. Поэтому, в целом, щадящая зима. Но, несмотря на это, вот эта щадящая зима, она, ну, скажем так, расслабила некоторых наших нерадивых руководителей управляющих компаний. Так, 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 вот поподробнее с этого места, пожалуйста. Поэтому, если оценивать ситуацию в целом, у нас есть претензии? Конечно, есть. Вот, вы знаете, при большом напряжении, вроде бы, стараются, да, наши коллеги. Здесь и напряжения, как такового, не было. Просто своевременно выходить и работать, убирать снег, убирать тротуары. А, тем не менее, претензии были. Ну, для примера вам сказать, у нас 874 всего многоквартирных дома. Из них 74 управляются управляющими компаниями. И порядка 140 ТСЖ. И вот за период этот зимний мы подготовили 74 предостережения совместно с прокуратурой. Ну, зима щадящая, 74 предостережения. Ну, нельзя выйти нормально, адекватно работать. Причем, надо сказать, что проверок-то, как таковых, не было. Все от соцсетей. То есть, появлялась информация от жителей, что тот или иной участок не работает дома. Приходилось выезжать. Это я говорю к тому, что временной лаг был исправить ситуацию. Но даже несмотря на это... То есть, приезжаете, проверяете, все подтверждается. Подтверждается, да. Приезжаем повторно. И тут даже и такие случаи были. На такие случаи мы особо обращали внимание, когда не реагировали на предостережения коллеги наши. Мы такие сигналы отправляли и информировали главную жилищную инспекцию нашу, чтобы какие-то выводы тоже делали. Рейтинг определенный для себя, скажем так, составляли, да, что есть компании, которые не перспективны для того, чтобы адекватно работать и предоставлять услуги нашему населению. Даже так? Да. А были уникальные примеры, когда мы выезжали стихийно, будь то на пятую просеку, дальние районы, приграничные с промышленным, да, наши районы. Когда мы выезжали неожиданно для наших управляющих компаний, уже были зафиксированы случаи, когда, ну, то есть, замечены в уборке территорий, отработали дворники, завершали свои участки. Отработала механизированная техника, почищено все. Ну, любо посмотреть. Тут ведь в какой момент, вы сказали же зима щадящая, но тем не менее, ведь были вот эти ледяные дожди, которые, ну, такая, на самом деле, тяжелая история, с которой даже непонятно иногда, как бороться. Потому что, когда идет сверху вода, и она тут же замерзает, вот как с ней бороться. Но, с другой стороны, когда вот уже закончилось, тут-то надо выходить и посыпать, там, я не знаю, вот как с этим, кстати, боролись, и как с этим бороться на ваш взгляд? Это вы правы. Вот, на самом деле, не упомянул я, ведь это главная была проблема, вот, обледенение тротуаров, налить на трапах пешеходных и лестничных, скажем так, это была главная проблема этой зимы, потому что погода, периодически вот этот баланс, то тепло, то холодно, перепады температуры, я имею в виду. Они внесли свои коррективы в работу управляющих компаний, и там, не на очистку больше акцент был, а как раз отработка специальными реагентами. Не удовлетворены, мы работаем в данном случае в том числе, не удовлетворены, потому что у нас были случаи, когда люди, ну, с увечьями обращались в больницу, падали, да, на тротуарах, поскольку вовремя не отработано, даже до такого доходило. Здесь уже тоже подключалась прокуратура, у нас коллеги в свое время нареагировали вместе с нами. Вот, но все как и везде. Те компании, которые отрабатывают по очистке, отрабатывают по наледи, отрабатывают по свесам, по сосулькам, они отрабатывают в комплексе. Там, где есть замечания, они комплексные, носят характер, в том числе и по этим направлениям. Сергей Олегович, вы сами сказали, что у вас сейчас за полгода сформировался вот, ну, вот в последнее время некий такой вот рейтинг управляющих компаний. То есть, понятно, что это не официальный такой вот, то есть, хороший, средний и те, кому по-хорошему бы вообще работать не стоило, скажем так. Вот в связи с этим вопрос у меня сейчас возникает. Вот если поменять управляющую компанию для жителей, это достаточно сложная процедура, но это задача жителей, потому что они собственники жилья. Но, тем не менее, власть в вашем лице может помочь. Вот вы, как бы, если люди захотят поменять управляющую компанию, вот придут, допустим, в администрацию районную и скажут, вы знаете, вот мы поняли, что, ну, ну, все, вот уже, нету мочи нашей, хотим уходить. Поможете? Давайте я вам поясню, как вообще эта процедура у нас выстроена теперь уже, она была ранее выстроена, мы сейчас укрепили в этом позиции, что правильно действуем. Мы не только предостережениями компаний, которые нерадивы, не работают, но и в пример других ставим, которые как раз положительно работают. Мы приглашаем их на встречу с управляющими микрорайонов, на собрания с гражданами и поощряем их благодарственными письмами. Это самое важное, показать, что есть компании, на которые стоит равняться. На них равняются управляющие компании, которые пока еще не в должном образе и качественно работают. На них обращают внимание жители с компаниями, которыми не удается должным образом отладить работу. И тем самым, ведь для многих жителей, для некоторых жителей им кажется, вот есть управляющая компания и все. И все на этом и точка. А их-то на самом деле много. Да, их много. И есть уникальные примеры. Да, есть примеры уникальные. Когда они пообщаются, посмотрят, мы вручаем благодарственное письмо, характеризуем эту компанию, в ее работе, в общении с людьми, в отчетности перед людьми, ну то есть открытость перед людьми. Они берут пример с этой компанией, да, ну то есть даже не пример, как пример, что такая компания должна работать и у них в многоквартирном доме. И у нас как раз вот именно такая волна и пошла. Посмотрели, впечатлились, проводят собрания, ну а мы, конечно, методические рекомендации, подсказки какие-то, ориентиры, как работать. Безусловно, что все в правом поле было, в правовой форме. Согласен, потому что, на мой взгляд, вот лучший способ рынок должен, вот в хорошем смысле слова, рынок, он должен здесь все решать. То есть от плохих должны просто уходить и они должны просто остаться, ну, без потребителей, без домов, по-русски говоря. Все правильно. И все будет замечательно. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Даже в дождливую погоду новая детская площадка у дома номер 3 по Печорской привлекает внимание ребят. Игровую зону с антитравматическим покрытием здесь установили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Жильцы дома на собрании, оформляя заявку, выбирали, чем именно наполнить площадку. Выбор был между спортивной зоной и детской. С итоговым решением не прогадали. Особенно после вечерами, когда после школы приходит очень много людей, не только с наших домов, но и с соседних, которые действительно здесь играют и довольны. А между домами 3 и 3А по Печорской по той же программе сделали проезды и организовали несколько парковочных карманов. В дальнейшем у жителей планы разлиновать парковку, обозначить постоянные места для инвалидов и согласовать установку шлагбаума, чтобы в часы пик двор не забивался посторонними машинами. Жители обещают поддерживать красоту во дворе и украсить его цветами. Я думаю, что у нас все на следующий год получится. Будем стараться. Жители тоже стараются. Они следят. Я, например, в отъезде, где-то нахожусь там или за городом, они обязательно не перезванивают, сообщают, что да как. Работа на каждом этапе от оформления заявки до приема работ находится под контролем районной администрации. К процессу активно привлекают и жителей, которые сами решают, что им нужно сделать в первую очередь, и общаются с подрядчиками, если есть вопросы или замечания. Сергей Олегович, очень приятный положительный пример. И хорошо, что сейчас такая работа ведется. Как в целом идет работа на территории района по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, программе «Твой конструктор двора», губернаторскому проекту содействия, которые на самом деле направлены на одно, чтобы жить стало более комфортно, удобно, приятно и благоустроенно все было? Да, безусловно, мы используем любую возможность, чтобы наш октябрьский район принимал участие в тех или иных проектах, которые как раз и призваны решить вопросы многоквартирных домов в части благоустройства. Поэтому формирование комфортной городской среды здесь у нас сбоев нет. Работаем четко, готовим заранее сметы, проекты, согласовываем это все с людьми, вместе дизайн-проекты отрабатываем и активно участвуем в этих проектах. Это и детские площадки, и спортивные площадки, это внутри дворовые проезды. Все это пользуется успехом у наших жителей, и действительно заявок очень много по этой программе. Ну а программа содействия, это еще более творческий тут подход, да, у наших жителей, проектов тоже предостаточно. Есть один нюанс, на который мы обратили внимание в прошлом году, качество проектов, качество смет. Мы немножко здесь, скажем так, отстаем, да, среди других районов, как нам показалось в заявочной кампании, их может быть больше качественных проектов. Поэтому мы с прошлого года поменяли немножко в структуре администрации Октябрьского внутригородского района, усилили сейчас наш отдел строительный. У нас там работает опытный теперь руководитель, архитектор по образованию, который не только занимается, ну скажем, подготовкой документов, но и сопровождением вместе с жителями, да. У нас многие жители, готовя проекты, не учитывают стоимость их, делают сложные парковочные карманы, которые приводят к удорожанию проекта. Здесь мы корректно поясняем, говорим о том, что можно здесь чуть сделать подешевле, упростить проект, а акцент сделать на тротуар, например, да, в таких вещах. Есть вопросы, которые, к сожалению, не дают перспективу проекта, они связаны, не учитываются линейные объекты, сети, да, вода, тепло, какие угодно, да, а все это в итоге тормозит. Люди ожидают решения какого-то, а получается, что он не живой проект, так называемый, есть ограничения, есть какие-то там обременения у этого проекта. Поэтому сейчас отдел как раз у нас новый будет призван к тому, чтобы каждый проект был выверен, четкий, интересный, да, и тогда у него будет перспектива. Для этого дело работает. Ну, а ТКД у нас уже порядка десяти заявок есть. ТКД – твой конструктор двора, это мы для зрителей. Конечно, твой конструктор двора, уже порядка десяти заявок, да, мы в этом году увеличили чуть лимиты по финансированию по этой программе, тоже очень интересный, инициативный такой проект, и много разных, как раз уезжая к вам в гости здесь, да, пообщаться, уточнил, какие же лидируют заявки. И, как ни странно, а может быть и не странно это вовсе, это обрезка, пиловка деревьев и устройство цветочных клумб. То есть дворовые территории в большей степени заасфальтированы, те, кто принимают у нас жителей участие, есть бортовые камни, тротуары, все, пошли дальше, да, и теперь уже обрезка деревьев, чтобы они более выглядели, интересное устройство клумб. Дальше благоустройство, это и есть поэтапность благоустройства внутри дворовых территорий. Поэтому десять заявок есть, сейчас посмотрим по рейтингу, отберем самые такие весомые, где больше всего поддержаны населением, интересные, и уже объявим результаты по программе «Твой конструктор двора». Ну, и хотелось бы также не забыть еще и местный бюджет, да, который тоже принимает участие в благоустройстве, это инициативное бюджетирование вместе с жителями нашего района. Тоже ряд проектов в этом году мы будем воплощать в жизнь, связанные с детскими игровыми зонами, со спортивными. А где? Значит, улица Осипенко у нас, восстановление игровой зоны, потом, значит, восстановление у нас, не восстановление устройства, зоны, ну, не зоны, территорий для выгула собак, тоже много было обращений от жителей этого микрорайона, возле озера Леснуха. Вот, и там мы тоже организуем это все, тоже достаточно интересная программа, и вовлекает очень такое большое количество людей, принимают участие к обсуждению, очень интересно слушать мнения по этому поводу наших граждан. Вот, ну, и те субсидии, которые в рамках строительства внутриквартальных дорог, которые, безусловно, мы с соглашением заключаем с городским округом, тоже большое участие в этом принимаем, порядка девяти территорий будет заасфальтировано в этом году, мы добавляем еще местный бюджет. И такие участки, на которые обращают жители наше внимание, депутаты совета Октябрьского района, тоже будут приданы вниманию в этом году. Сергей Олегович, вот, чтобы все это работало, нужна активность людей, нужна связь с людьми, потому что инициатива здесь должна исходить от жителей, потому что это и, собственно говоря, проект разрабатывается с их участием, ну, и так далее, и так далее. Вот, как достучаться до людей, чтобы они максимально в этом участвовали, потому что, ну, люди и заняты, и жизнь непростая на самом деле, работа, то есть, вот, обычно это, как бы, такой вот удел пенсионеров, как мне казалось, таких, ну, пенсионеров активных и еще, скажем так, бодрых, энергичных. А вот, чтобы молодых людей привлечь, как вот все это делать? Вы знаете, мне кажется, в городском округе Самара достучались еще в бытность, когда возглавлял город Дмитрий Игоревич Азаров. В те времена, когда программы по аналогии сейчас в формировании комфортной городской среды, когда жители принимали участие, готовили дизайн-проекты, а потом городской бюджет это все финансировал, и жители увидели, что это работает, что можно принимать, можно предлагать интересные проекты к реализации, на них точно найдутся деньги, да? И сейчас то количество заявок, которые мы имеем на сегодня, с того времени, да, и не только, я точно знаю, с коллегами общаюсь не только в городском округе, но и в иных районах, да, нашей губернии, это как раз и говорит о том, что достучались, люди поверили, с удовольствием принимают участие. И из года в год проекты все уникальней, и какие-то скверы интересные появляются с малыми архитектурными формами, и интересные тематические игровые площадки, да? То есть фантазия здесь безгранична, привлекаются более экспертные товарищи для участия в этом, в том числе наши студенты, которые принимают участие. Вот мы недавно были на улице Артемовской, и там старшие по дому как раз отработали проект, чтобы быть участниками в содействии вместе со студентами Политехнического института нашего академии. Вот, поэтому это тоже здорово. И у студентов есть перспективы, что они востребованы, значит, по этой профессии смогут учиться более добросовестно, а дальше работать. И у жителей наших, это же, когда фантазия воплощается в жизнь, когда мечта воплощается в жизнь, это самое главное. — Скоро месячник по благоустройству, осталось совсем немного времени, он стартует в апреле. Горячее время субботников, и очень нужное время, потому что город нужно приводить в порядок после зимы. Вот какие задачи вы ставите? — Да, задачи, они неизменны из года в год. Задачи, как только у нас так называемые появятся подснежники, они уже появились, растает снег, немедленно подключиться всем миром, всеми учреждениями, располагающимися на территории, учебными, промышленными предприятиями, иными предпринимателями, всем миром включиться в работу, убрать наш родной город, наш родной район. Мы начали работать с прошлой недели по этому поводу, провели предштаб, так назовем его, с управляющими микрорайонов, которые у нас будут как раз, ну, такой нервной системой, которые будут фиксировать недоработки наших коллег, не только касающихся управляющих компаний, но и, как я уже выше сказал, предпринимательской иной деятельности. За всем этим следить, контролировать и нас уведомлять в этом, чтобы мы немедленно включались. Радует, что и мои замы, и руководители отделов подключились к этой работе, и сегодня мне тоже доложили, что многие строительные компании включились в работу, которые строят жилые комплексы, они там от стройки пойдут чуть дальше, вшире их деятельность будет заключаться в том, чтобы навести порядок в окрестностях. Мы для каждого подготовили территории, сегодня подписали письма руководителям строительных компаний, образовательных учреждений, промышленных предприятий, предложили им чуть расширить поле их деятельности во время субботника этого. Ну, а дальше подведем итоги. Субботник у нас официально стартует с завтрашнего дня, штаб проводим мы, где уже конкретно все задачи поставим, в том числе управляющим компаниям. Ну, и дальше будем уже мониторить ситуацию, кто как справляется, кто подхватил наш девиз всем миром, всем районам, сделаем его чище. Ну, сколько раз планируете выходить? Или здесь нет такой точной цифры? Железно. Мы будем выходить, исполняя поручения главы города Елены Владимировны Лапушкиной, так называемые средники и субботники. То есть среда и суббота? Да, начиная со следующей недели подряд на протяжении месяца и более. Все от погодных условий будем отрабатывать, смотреть по микрорайонам. То есть вы и ваши сотрудники тоже все выйдете, то есть это личным примером? Однозначно. Чтобы, так сказать, ни у кого не возникло даже никаких сомнений, вопросов и так далее? Самое лучшее – это личный пример. Ну, я с вами согласен, как в армии говорят, делай, как я. Это вот командир показывает и, соответственно, тогда подчиненные выполняют. Это вот идеальный, наверное, вариант. Важный вопрос, вот, кстати, если говорить об армии. Как сейчас выстроена в районе работа с семьями мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО? — Приоритетный вопрос, о котором не единожды говорил Дмитрий Игоревич Азаров, чтобы на кончиках пальцев, что называется, чтобы мы чувствовали все чаяния, все вопросы, которые беспокоят семей мобилизованных. И мы на связи с ними, действительно. У меня постоянно на связи мои замы, которые отвечают за этот блок, постоянно на связи я. Вопросы, которые их тревожат, будь то здравоохранение, образование, они появляются, такие вопросы, связанные с бытом. Где-то с водой вопросы, где-то с газом, да, вот сейчас решаем в одной семье. И это приоритет, и по-другому быть не может. Меня радует, что все исполняют здесь на отлично. Все ведомства, все, кого касается в нашем городском округе этот вопрос, я имею в виду коммунальные службы, и иные службы, которые поставщики коммунальных услуг подключаются. Подключаются, и мы здесь не одни. Поэтому, если возникает вопрос, если есть обращение, то мы отрабатываем всем миром. Поэтому я уж не говорю о потребностях, которые, как я еще раз уже выше говорил, связаны со здоровьем, да. Потому что все-таки эмоционально есть определенная нагрузка, когда близкие находятся в местах таких, да. Поэтому следим за здоровьем и подключаем наши больницы, которые находятся на территории нашего района. Коллеги с удовольствием идут на встречу и делают все так, чтобы не беспокоило здоровье. Такой вопрос, может быть, даже не скромный. Ваш личный телефон есть у семей участников СВО? Конечно, конечно. Они у нас скромные, жители наши, да, и семьи мобилизованных. Но тем не менее... То есть можно вам напрямую звонить? Да, да, да. Он появился сразу, а потом подтвердился не единожды, когда были государственные праздники. 8 марта, День защитника Отечества. Лично поздравлял семьи, да, и в очередной раз подтверждаю, что это мой сотовый телефон. Никаких сомнений нет. Готов в 24 часа быть на связи и решать вопросы наших жителей. Ну, потому что важная, на самом деле, история, потому что человек, который сейчас, ну, выполняет свой долг, он должен понимать, что дом у него все в порядке, и голова у него в это время не должна болеть о том, что у него там с женой, с ребенком, с мамой и так далее, и так далее. Тут, в общем, очевидно, на самом деле. У вас большой управленческий опыт. Прошло полгода, как вы возглавили Октябрьский район. Сергей Олегович, вот какие основные цели и задачи вы поставили перед собой в работе? И, на ваш взгляд, какие фундаментальные вопросы нужно решить в районе? Главные задачи, да, с частью из них я справился, я познакомился с районом практически, да, со всеми сторонами района и с предпринимательским сообществом, и с крупным бизнесом, который здесь находится. Главную задачу теперь, то, о чем говорит наш губернатор, консолидация общества, власти, бизнеса для решения задач. Мы точно знаем, что так легче решать задачи, которые беспокоят, волнуют наших жителей. А задача у нас сегодня сделать комфортной жизнь нашего населения. И, как пример, я хочу сказать, что у меня несколько встреч уже было с крупными застройщиками, которые на территории нашего района работают, да, и мы уже сегодня нашли ряд решений, связанных с благоустройством, где они с удовольствием включаются в работу. Это и строительство тротуаров, дорог, лестниц на тротуарах, парковочных карманов. С удовольствием идут навстречу, когда видят, что идет взаимодействие. Где-то мы помогаем, где-то нам коллеги помогают. Ну, а жители в этом плане наши главные контролеры и инициаторы в данном случае этих проектов. Поэтому главной задачей, вижу, консолидация. И главное, чтобы жители поверили, что эта консолидация нам всем на пользу. Вот когда мы вместе, все решаемо. Это, исходя из прошлой моей практики работы, ни один вопрос, много их в примерах, решалось сообща. И именно так собираемся действовать здесь. Вот тогда скажу так, и задам вопрос следующим образом. Вот что сейчас нужно будет сделать в ближайшее время, ну, на ваш взгляд, какие первостепенные задачи, где и что построить, например, в этом году? Вы сказали, что будут, например, отремонтированы тротуары, будут какие-то места приведены в порядок, в том числе с помощью бизнес-общества. Что будет сделано в районе, ну, вот, в 2023 году? Ну, мы уже, я упоминал о том, что это ряд улиц, которые, они, вы знаете, вот если говорить о приоритетности, это безопасность. Скажем так, у нас есть ряд территорий, ряд дорог и тротуаров, которые пока не отвечают этим требованиям безопасности пешеходов и автомобилистов. В том числе. Поэтому мы таким образом определили приоритет в строительстве внутриквартальных дорог и внутридворовых, чтобы обеспечить безопасность в наиболее напряженных участках Октябрьского района. Вот на это и будет нацелена работа в текущем году. Обеспечить безопасность пешеходов, автолюбителей, всех участников дорожно-транспортного движения. Это какие будут улицы? Это Подшипниково, проспект Масленького, улица Гагарина, Новосадово, Николай Паново, Скляренко. Это вот часть таких крупных проектов. Карла Маркса. Да, вот как раз Карла Маркса, это мы с вами говорили чуть ранее, вместе с компанией Трансгруз. Мы сейчас там смотрим варианты решения давно накипевшего вопроса. Ну и, кстати, вот, наверное, уже мне подсказывают время, программа подходит к концу. На сегодняшний день последний вопрос. А ведь скоро лето, и Октябрьский район, это еще и набережная, это еще и пляж. И это тоже будет ваша работа, потому что, ну, Самара без Волги – это просто невозможно. Да, все правильно. Главная достопримечательность – это Волга. Это самая большая набережная, как мы считаем, самая уникальная, самая красивая, самая благоустроенная. Поэтому мы вместе с Департаментом городского хозяйства будем все делать для того, чтобы такое оно и оставалось. Спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, уверен, вернее, что все будет так, как вы сейчас говорили. В нашей студии был глава администрации Октябрьского внутригородского района Сергей Райско. Удачи в делах, берегите себя. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!